Книга открытым оком. Том 1. Тема «Внутренний мир человека». Вопрос 229. «Может ли у верующей женщины принимать роды врач-мужчина? Не просто лечить врач-мужчина?» Отвечает Игнатий Тихонович Латкин. В Библии говорит, что акушерством занимались бабки-повитухи. Бытие, 35 глава, 17 стих. Цитата. Когда жена страдала в родах, повивальная бабка сказала ей, «Не бойся, ибо это тебе сын». Бытие, 38 глава, 28 стих. Цитата. И во время родов ее показалась рука одного, и взяла повивальную бабку и навязала ему на руку красную нить, сказав, «Этот вышел первый». Исход 1 глава с 15 по 21 стихи. Цитата. Царь египетский повелел повивальным бабкам евреянок, из коих одно имя – Шифра, а другой – Фуа, и сказал им, «Когда вы будете повивать у евреянок, то наблюдайте при родах. Если будет сын, то умершляйте его, а если дочь, то пусть живет». Но повиванные бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им царь египетский, и оставляли детей в живых. Повивальные бабки сказали фараону, «Египетские женщины не так, как египетские, они здоровы, ибо прежде, нежели придет к ним повивальная бабка, они уже рождают». На себе Бог делал добро повивальным бабкам, а народ умножался и весьма усиливался. И так как повивальные бабки боялись Бога, то он устроял домы их. Сегодня в несчастной России ежедневно совершают акушеры 18 тысяч абортов. Какой фараон повелел им это делать, владейство? Будут ли устроены их дома здесь и обители вечности? Почему же мусульмане никогда этого не могут позволить себе даже в мыслях? Они сто раз зарежут такого врача-мужчину. И когда сейчас в Афганистане появились врачи Запада, то они только женщины, там свой текет. Если идти нужно к зубному врачу-женщине, то рядом с ней в зубном кабинете сидят братья и муж. И руки на кинжале, на готове, чтобы врач-мужчина не коснулся ее груди, не опустил руку ниже ее подбородка. А по другим специальницам врач-мужчина был всегда. Так врач-иногилист Лука, Агапит, Косма, Идамьян и другие. Гордость мусульман не позволяет им так сходу идти на прием к женщине-врачу. Есть ли у него серьезная рана, чтобы она случайно не увидела страдания на его лице? Ибо это унижает его мужское достоинство. Они презрительно отзываются о наших пленных шуравей. Когда ведут их на расстрел, они где плачут? Ай-вай, какой позор! Ты должен с улыбкой умереть, как воин Аллаха! Ай-вай! Ай-вай!